Это уже третий дубль, это третий дубль. Регистрацию получили посадочную. Вот вынесли памятник в Кампу. Основиды. Значит посетили мы рыбную деревню. Это лучший день! Всем привет, ребята! Сегодня мы летим в Калининград с вот этими замечательными людьми. Это уже третий дубль. Это третий дубль. Мы пытаемся снять хороший дубль, но надеемся вам понравится. Короче, не переключайтесь, будет классно. А я что, типа оборудовалась? Это самолет? Все, короче, пацаны, я блогер, тревел-блогер. Это мой первый тревел-блог. Мы начинаем... Это тревел будет, все. Ну подожди, это же считается тревел-блогом. Все равно это считается. Так, я надеюсь, что это получится очень интересно и познавательно. Вот, у нас уже выход. Все, мы идем на посадку. Короче, опять про учебницу рассказывают. Мы, друг, что прошли регистрацию, получили посадочные талоны. И все проверки, короче, прошли и все. И сейчас ожидаем вылета. Вот. Сидим, чилим. Мы находимся в Дьюти Фри. Вот этот товарищ, лютый. Просто хочет купить воду. За 500 рублей. 500 рублей 2 грамма. Реально? Да нет, ну там типа 200. Ну пошли посмотреть. Ты врешь. Реально? Да. Посмотрим цены. 80 рублей. Ну... 80 рублей это еще нормально. Это еще нормально. Прикольно. Прими игрушку. Ты не заслужил. Вот. Сейчас пойдем уже... Садик, Саша, насосняйся. Если хочешь, что я женское беру, иди снимай. Так, ладно, послушай советы. Посмотрим женское белье. Ну, кстати, будешь такие брать? Тебе подойдет. Короче, уже идем на посадку. Это человек. Да нет, все нормально. Он просто первый раз летит на самолете, да. И чуть-чуть может переживать. Но все нормально. Все. Мы приходим. Точно пройти на посадку. Вот наша ласточка, на которую мы глядим. Леонид, скажите ваши ощущения. Я очень рад. Да. Вот этот чувак тоже уже переживает немножечко, мне кажется. Но все будет хорошо. Доброе утро. Здравствуйте. Никита. Никита. Кстати, если бы ты боялся, вы очень сильно... Расскажи... Расскажи ваши эмоции. Мы уже в трапе. Мы уже... Мы уже в трампе. Мы в трампе. Мы в трампе. Мы уже... Мы уже в трапе, пацаны. Так, сейчас зайдем в самолет. Как вы можете наблюдать, мы уже сели в самолет. Ребята сидят вот там в садик где-то. Вот. Я в начале самолета. И мы приступаем к взлету. Мы в трампе. Никита очень рад этому событию. Ну вот, чтобы вы как-то доедете канал в классе, и с тобой такие вот изображательные соседи в селях. Потому что берите следующий раз в бизнес-классе. Ну, если у вас есть стипендия, конечно, вот только. Максима, шестер. Ну, тогда он с ним не умеет разговорить. Мы сейчас очень много. Все. Все, вроде съемка идет. А, тут у нас... Я пришел к своим друзьям. Друзей? Так. Никитич, расскажи, чем ты занимаешься. Я играю. Ты с вами не говорите. О, тут вот этот товарищ, да, стоит. Вот, посмотрите. Хорош, Мик, ты хорош. Я уже в интернете. Расскажи свои ощущения в самолете. Да, вообще нормально, как в поезде. Как в поезде? А вот сейчас была турбулентность. Как тебе? Прикольно. Мне с этим нравятся такие штуки. Правильно? Типа адреналич такой, знаешь. Да, понял. Ну, нормально. Не просто... А что, в поезде спокойно, что ли? Ну, в поезде, да, спокойно, конечно. Там же, это, чуть-чуть-чуть все дела. Ну, это что, напрягает, что ли, как-то? Тут побольше чуть-чуть трясло, да? О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о. Ну, получается, мы приехали. Ну, получается, мы приехали. Получается так. Все, ждите на выход с творечки. На этом все. Всем пока. Спасибо. Подписывайтесь на канал. Ладно, хорошо. А кто это у нас тут прилетел? Здравствуйте, здравствуйте. А вы что, вы что с Калининграда? Здравствуйте. Скажите что-нибудь по-калининградски. А, все, он раскрылся. О-о-о, это правильно. Все правильно, все правильно. Все, сейчас поедем заселяться в квартирку и, короче, и дальше. Ждите. Ждите. О-о-о, да. Говорится, да, то есть все как это, а ты еще не забывай свои. А, правильно, он со мной. Ребята, ребят, ждите. Дорогой мой, один подписчик. Есть. Так-то 74. Пока что, пока что. Еее. Все, пойдем. Что есть, то есть. Сели в такси. Нормально. Пойдем. Ну, как вам первое впечатление о городе? Ну, что-то отличается. Согласитесь, отличается. Вообще все отличается. Ну, лучше все. Ну, лучше все. Ну, лучше все. Пацаны. Лысый. Лысый. Алла, алла. Кто нас смотрит, Лысый. Подписывайтесь. Там есть такая кнопочка подписаться. Лысый. Эти вы забыли, да? О, автобус саральный. У нас такого нет, если. Лысый. Там есть такая кнопочка подписаться. Подписаться. Знаешь, что ты в какой-то деревне. Да, да, да. Подписаться на рассылку. И вам будет очень. Ну, если что, он с Лысой, а я нет. Здесь автобус саральный у нас. А, сломка? Ты никогда не занят, да? Пока надо. Ну, я просто вырву, вырву, я не знаю. А теперь фронталку врубай. Нет, я не буду фронталку включать. Оооо, да. Ну что ж, первое впечатление о городе. Рассказывайте, ребятки. Как вам? Нравится? Саша, расскажи мне три. Первое. Ладно, давайте я вам сперва расскажу. Тут хрущевки немножечко отличаются. Хотя, в принципе, все похоже. И нет снега. Практически нет снега. Только вот чуть-чуть есть. Но он тает. Такое ощущение, что... Что как будто это... Ну, потому что мы с Урала. И у нас такая погода в конце марта. Либо... Либо в октябре. Вот. Примерно, примерно как-то так. Но нам пока все нравится. Мы идем кушать. Кофешечку. И... Пиво. Калининградское. Разливное. Свежее. Вот. Все по классике и по красоте. Поэтому... Да. Поэтому... Поэтому у нас будет... Отличный выходной, я чувствую. Кстати, тут пикает светофор. И это интересно. У нас в Екатеринбурге не пикают светофор, правильно? Пикают некоторые. Некоторые пикают. Около слепых школ, там около... В Перми нельзя пикают интернатов. Ну, вот у нас в Екатеринбурге не пикают. Ну, в большинстве случаев не пикают. Это, по крайней мере, пока что наш первый переход. Может быть, это тоже потому что там школа, как мы поняли. И скорее... Скорее всего, да, с этим связано. Вот такие вот интересные факты. А еще я заметил, тут очень много немецких машин. Стареньких. Причем там BMW, Mercedes, Audi. Наверное, это и не удивительно, потому что тут Польша рядом. Вот. И прибалтийские страны, да, там Латвия, Литва, Эстония. Вот. Соответственно, люди гоняют туда-сюда машины. Вот. Также я разговаривал с родственниками, которые тут живут. И они нам говорят, что это абсолютно нормальное явление ездить за продуктами, например, в ту же Польшу. Вот. И мы были удивлены, что цены намного ниже в Польше. Хотя вроде как еврозона должна быть дороже, но по факту нет. Вот. И самое необычное пока на сегодняшний час для нас это то, что чайки летают. Вот. Я постараюсь заснять обязательно. Это необычно. Конечно, ты понимаешь то, что тут рядом море и всякое такое. Вот. Но чайки летают. И это прям, прям очень необычно. Вот. Как-то так. Мы, походу, пришли. Это то место. Давай, проверяй. Называется ресторан «Тетка Фишер». Вроде отзывы хорошие. Вроде должно быть вкусно. Но сейчас проверим. Иииии. Мы находимся в ресторане под названием «Тетка Фишер». И сейчас я вам чуть-чуть попытаюсь показать интерьер. Потому что он достаточно красивый. Значит, тут у нас фотографии, я так понимаю, старого Кенигсберга. Вот сидят наши ребятки. Уже… Ооо, ничего себе! У нас уже тут чуть-чуть принесли. Это что? Это мы пиво какое заказали, тетка? Как фильтрованное. Как фильтрованное? Я же не фильтрованное заказывал. Нет, не фильтрованное. Вот, мы заказали Фишер. Нет, мы заказали тетку Чарли. Причем это заведение так и называется. То есть это фирменное? По факту. Пробуй. И у меня еще принесли гренки. И все, мы сейчас приступим уже. Мы не ожидали, что нам принесут такую большую тарелочку. Это прям очень классно. Да, она огромная. Как это называется блюдо? Вы не помните? Картошка что-то. Да, жареная картошка. С грибами. С грибами. Тут есть халапеньо, маринованные огурчики и непосредственно сама картошечка с грибами. И посмотрите какая погода на улице. Она прям какая-то очень завораживающая. На камеру не видно, но падает мокрый такой снег. И это очень прикольно выглядит. Подождите, пацаны. А вы не чувствуете, что тут нет ларьков шаурмой? Я их не вижу. Вы хоть один видите? Офигеть. Это пицца. Подождите, это что, Европа? А мы что, в Европе? Да. Ну вот сейчас уже начинается более-менее архитектура. Пахнет, да? Пахнет. Пахнет чуть-чуть Европой, да? Смел. Смел. Смел как Европа. Правильно? Да. Смел как Тим Европа. Да. Обалдеть. Я реально ни разу на остановочных пунктах не видел шаурмы. Шавермы, шаурмы. Это странно. И очень необычно. Что вы скажете по этому поводу? Это чистая Европа? Чистый, утонченный европейский стиль. Обалдеть. И сейчас мы идем во двор. Ну вот это уже не Европа. Это уже чистая Россия. Да. Мы сейчас... Обалдеть. Я такого первый раз вижу. Секс-шоп. Нет, отдельно стоящее здание. Я про вот это имею ввиду. Что отдельно стоящее здание во дворе. Нет, нам не сюда. Нам дальше. Вот туда, да. Сфотка меня находит. Хорош, Макс. Пойдет. Мы идем дворами, потому что мы не туда свернули. По гугл-картам мы сейчас должны прийти к памятнику. Эммануэля Канта. Да, все верно, Леонид говорит. Все верно. Но вот это тоже Калининград. Пожалуйста, вот. Это вот обычный, наверное, Калининградский двор. Наверно. Пошли. А, мы сегодня здесь были какой-то. Когда? Мы не были тут? Я помню. Ты был в Калининграде до этого? Нет. Ну, прямо? Скорее всего. Мы нашли первую достопримечательность. Это памятник Эммануэлю Канту. Сейчас мы пойдем его изучать. Вот мы нашли памятник Эммануэлю Канту. И сейчас Леонид зачитает. И Леонид зачитает историческую справку. Они уже дерутся. Немецкий философ и один из центральных мыслителей эпохи просвещения Тези... Всесторонние и систематические работы Канта в области эпистемологии, метафизики, этики и эстетики сделали его одной из самых влиятельных фигур в западной философии нового времени. А теперь своими словами. Походу нашли какое-то заброшенное здание. Люди, которые живут в Калининграде, объясните нам, что случилось с этим зданием. Вроде хорошая в центре, но она заброшенная. Я так понимаю, мы уже в центре города. Потому что мы сейчас идем к самым главным достопримечательностям. К медовому мосту, к рыбной деревне. Вот. Тут такая небольшая плотинка, наверное. Какой-то пруд озера. Так же мы наткнулись на какую-то достопримечательность. Мы пока не понимаем, что это такое. А, ну скорее всего... Скорее всего... Ну во-первых, это советская мозаика. Это однозначно. И часы с городами. Вот Лондон, Париж, Москва, Ташкент, Ханой, Владивосток, Магадан, Гонолулу и Ванкувер. Ну необычно. Необычно выглядит. Если честно. Прикольно. И включились уже фонарики. Но могу отметить то, что мы с ребятами обсудили и пришли к поводу, что пока что Калининград, нашему мнению, очень контрастный город. То есть вроде есть и очень много европейских каких-то старинных зданий, основную часть мы их не видели, но контрастность вызывают именно вот эти вот советские панельные здания. И это очень необычно. Вот. Учитывая историю города. Но что имеем, то имеем. Вот. И этим мы интересней. Вот такой красивый трамвай только что проехал. И мы сейчас стоим возле непонятного здания. Леонид утверждает, что это какой-то Иудейский собор. Ну да, потому что это логично. Это логично, но очень красивый. Очень красивый. Да, а дальше вот это, мы так понимаем, это медовый мост. Сейчас не видно, потому что уже темнеет. И, в принципе, все. Мы в самом центре. И замок вроде вверх. Да, ты уверен? Ну да, это что-то кафедральный собор какой-то или замок. Вот. Но мы уже прямо в самом-самом центре. И вон там вот горит эта видовая или видовая башня-маяк. Вот. И дальше рыбная деревня. И все. И мы в центре, получается. Вот так логично и вкусно. Леонид только что подметил очень прикольный вид. Прусчатка. Подожди, или это булочная вообще? По-моему, это вообще булочная. Да, ну это прямо очень классно. И мы узнали, это новая синагога. О, отрывная деревня, вывеска. Да-да-да, я говорю. И тут, тут указатели. Филармония. Фридландские ворота. Калининградский музей изобразительных искусств. И вот тут вот. Музей Мирового океана. Да-да-да. Вот музыкой же играли, говорю. Где? Слушай. Она откуда идет? Оттуда откуда? Может быть, да, там парк? Нет, из этого собора или... Возможно. Нет, оттуда. Слышишь, там органку? Да-да-да, потому что там и собор, именно вот старый. Именно немецкий. Вы поняли? Вон там вот, рыбная деревня. Вон. Ты просто видел эти виды? Да, вы поняли. По названию понятно. Просто посмотрите. Саня! Подожди, 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 подожди. Давайте так же. Это какой-то паром. И он сейчас там? Да-да. У нас Макс и Кайт. Да, вот еще раз синагога. И дальше там мы слышим звуки органа. И мы обязательно туда пойдем, потому что нас прям... Нас прям туда тянет. Сейчас выплывет какой-то пароходик. Небольшой. Ну, очень интересно. Очень интересно прям заворачивать. Особенно нравится, я так понимаю, вот эта уже часть, это рыбная деревня. Вот эта вот. И мы прям туда хотим пройтись. Атмосфера просто нереальная. Очень красиво здесь. Да-да-да. Проникаешь здесь. Я говорю, очень-очень контрастный по факту город, да? Да. То есть мы только что жили, очень серость, серость, много серости и такие панельки какие-то разбитые дороги. Да, тут видимо историческая часть, а там чисто люди живут в этих панельках, в этих советских домах. А здесь именно историческая часть города. Что скажете? Очень нравится. Он больше всех хотел на рыбную деревню. Вот. И ваши эмоции все очень классно. Вот. Но реально. Эмоциями просто, словами просто так не передать. Поэтому мы пойдем изучать. Так. Мы прошли вот отсюда и попали вот тут. Такой стенд. Написано, что это остров Канта. На русском и на английском идет. В принципе удобно. Вот. Остров Канта расположен в самом сердце Калининграда. Ранее остров Канта наносил название Кнайп Хофф. И написано, что есть. То есть кафедральный забор, я так понимаю, как я вам уже сказал, это вот это здание. Могила Канта, сувенир, центральный променант, параскульптура и туалет. Вот. И вот тут еще какой-то есть кафедральный забор. Ему больше 700 лет. Нет, примерно 700 лет. Пощадьтесь. И мы примерно поняли, откуда музыка идет. Это вот скорее всего вот с этого билборда. Мы, значит, заходим в хлебобурочную. Очень классные виды. У нас Макс чуть-чуть замерз. Сейчас мы ему возьмем Глинтвейна и все, и он сразу будет чувствовать себя шикарно. Мы взяли с Леонидом сувениры. Покажи, у тебя есть сейчас? Да. Раз. Очень дешевые. По факту 100 рублей стоят. На одном цитата написана Эммануэля Канта. Вот, пожалуйста, продемонстрирую. Дайте человеку все, чего он желает. И в ту же минуту он почувствует, что это все не есть все. Ростата. Да. Я буду и слушаться. Так, и... Магнитик с янтарем. Да, ну мы не знаем точно, янтарь это или нет, но мы будем думать, что это янтарь. Вот. Сейчас что-нибудь мы возьмем себе. Посетили мы рыбную деревню. Вот мы сейчас гуляем по ней. Впечатления очень, очень яркие. Мы купили Глинтвейн в той булочной. Я купил Глинтвейн и булочку с карамельным кремом. Вот она же уточка какая-то. Или гусь. Я не помню. Я не умею их различать, если честно. Вот. Но вот контраст в Калининграде, он чувствуется. Вот, например, там кафедральный собор. Тут рыбная деревня. Вот, да. То есть красивые здания немецкого типа. И сразу напротив просто обычные какие-то здания. Советский Союз. Вот. И всякое такое. Поэтому контраст он прям ну как-то налицо. Прям иногда очень резко переход. Вот. Буквально можно смотреть сюда, восхищаться вот такой вот красивой архитектурой. И повернуться в другую сторону и будет вот такой вид. Вот. Поэтому так вот. Вы просто не представляете, что мы придумали с ребятами сейчас сделать. Покататься на вот этих электросамокатах. Вот тут вот. Я знаю, что это звучит не очень безопасно. Но это, блин, мега круто, супер. Прям вообще. Мы только что погуляли, получается, вот по рыбной деревне. И решили вернуться сюда. И нам пришла эта безумная идея в голову. Вот. Сейчас ребята скачают там приложение. Вон они. И попробуют подключиться. Я всего лишь один раз катался на этих электросамокатах. И мне мега понравилось. Вот. Я не знаю, как они будут себя вести на снегу. Но это, блин, очень классно. Поэтому я надеюсь, мы заснимем этот момент. Придумал, как это делать. Слышите? Я придумал, как это делать. Никич! Никич! Никич, смотри! Я снимаю блог. Это лучший день. Мы катаемся на электросамокатах. Это просто люто. По снегу. Я такого еще никогда не испытывал. Это очень прикольно, ребята. Непередаваемые эмоции. Леонид, расскажите ваши эмоции после такой незабываемой поездки. Это было акуиии! Все. Поездка очень крутая. В принципе, да. Очень интересная. И необычное ощущение, когда зимой катаешься на самокате. Там сперзит, все, жопу несет. Да, да, да. Очень классно. Да, даже покрыли люди за нашу смелость. Да, и мы покричали, что мы с Урала. Мы с Урала. И, видимо, поэтому... Да, не удивились. Так, Никита, вы что, присоединяйтесь? Да, я не знаю. Понялось, все. Да, кстати, ты, получается, тоже первый раз катался на этом самокате. Вот, вообще классно. Это какие-то огоньки. И вот это тоже кафедральный собор. Мы только сейчас идем. Мы, получается, вот вокруг, вот так вот, вокруг этого острова прокатились, вот. И, кстати, очень дешево вышло. На удивление. Вот, очень прикольно. Только покажите, покажите. Я просто оператор. Максим, как ты умеешь делать? Давай. 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 Поворотник, да? Да, поворотник. Машина завелась? Это или это? Что я покажу? Машина завелась? Что угодно. Сейчас. Подождите. Настройся. Сейчас. Сейчас прыгай, я сам участник. Давай, давай, Макс. Показывай. Так. Под руку. Макс нам демонстрирует будущее российского автопрома. Макс, вы хорош, дай. Дай, я тебе руку пожму. Реально, красавчик. Все, варю. Коруа. Так, нейтралка, ручник не забудь. Уже подходит к концу, и мы решили чуть-чуть купить продукты. Тони Старк. Да. Но, кстати, мы не видим тут банальных пятерочек, магнитов и каких-нибудь других сеток. Да, мне так вот тут вот, я так понимаю, распространена спарта. Насколько я понял, это европейская сетка, поэтому сейчас зайдем и посмотрим и цены, и вообще как тут все, что устроено. Может, это просто обычный магазин, но название такое. Так, тут у нас есть отдел с готовой едой, я так понимаю. Ну, кстати, сэндвичи, сэндвичи вроде нормально. Сэндвичи дешевле, чем у нас дают. Сэндвичи нормально. Так, что у нас еще есть? Так, вот, например, шоколадка, Аленка. Аленка у нас стоит 79 рублей. У нас примерно стоит. По-моему, да. Так, вот так вот. Ну, тут же должна быть какая-то фишка. Смотрите, вот этого точно у нас нет. Вы видели у нас такую шоколадку? Нет. Я нет. А, так понятно, потому что она... Смотрите, видите, когда наклейку клеят, это значит экспорт. А, в Мерси нету шоколадку вот такой вот. Есть, есть. Есть? Я обязательно вот такую хочу сейчас попробовать. А, и тут есть специальный, я так понимаю, бренд Спар. Он производит вот, например, трифель французский. Ну, в принципе, да. Это обычный магазин. Я ожидал, наверное, чего-то большего, чего-то какого-то европейского, может быть, каких-то других продуктов, но их нету. Ну, или есть, наверное, чуть больше просто. Ну, по факту, это обычный... По факту, это обычный продуктовый магазин. Мы только что вернулись с магазина, купили немного продуктов. Я совсем забыл вам показать нашу квартиру. Мы ее сняли, получается, на пару дней. Вот. Ну, ничего необычного, просто кровать. Ну, тут чуть-чуть разложили наши вещи. Ребятки уже тут отдыхают, вот. Завтра мы въедем в другую квартиру. Там просто сложности. Кстати, из необычного в магазине вот нашли Coca-Cola из Польши. Из Польши, я так понимаю. И мы тут сейчас будем варить пельмени, да? Макс, что мы будем варить, скажи нам? Пельмени, да. Сейчас ждем пельмени. Да, и все. И уже чилим, потому что уже устали немного. Вот так вот. Чи-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и. Субтитры сделал DimaTorzok